Всем привет! Я сейчас нахожусь в парке, в микрорайоне Саркандалково. Я привезла ребенка на кружки и жду, пока закончится. И вот гуляю здесь по району. Уже сходила в магазин Дрогас, кое-что себе приобрела, потому что почему-то в нашем районе этого магазина нет. Поэтому приходится ездить в другие районы и покупать здесь. Ну вот, немножко прогуляю. Здесь, кстати, очень красивый парк. Большой парк, но очень ухоженный. Там дальше детская площадка и такая красивая церковь. Вот в этом замечательном здании находится детский и юношеский центр под названием Лаймете. В переводе на русский «счастливчик». Здесь проходят различные детские кружки, и они совершенно бесплатно. Наши дети тоже по желанию сюда приходят и занимаются. Давайте зайдем, посмотрим, как там внутри. Так, внизу гардероб. Сейчас, по-моему, уже многие занимаются. Вот так он выглядит. Здесь, значит, можно заниматься музыкой, театром, компьютером, спортом. В общем, различные кружки. Вот здесь целый список, и все совершенно бесплатно. Видите, какую красоту дети здесь делают своими руками. Занимаются очень полезным делом. Такие букеты делают, даже лебеди белые из бумаги. Насколько я знаю, единственное, нужно платить за материал. Там за бумагу, за пластилин. А так все бесплатно. Пока все дети занимаются, покажу вам немножко изнутри, как выглядят. Видите, рисунки детские. Такие сердечки. Дети написали различные пожелания. Я люблю лайметы. Я люблю балет. Здесь, кстати, занимаются и балетом, и танцами. Очень много различных кружков. Хочу показать вам адрес. Может быть, кого-то заинтересовала эта информация. Единственное, я хочу сказать, что на лето закрывается этот образовательный центр. Саркандауго, 24. Ну, в следующий учебный год, если кто поблизости живет, можете своих детей приводить сюда на различные кружки бесплатные. Рядом находится школа Пушкинский лицей. Насколько я слышала, вроде его хотели переименовать. Вот мне интересно, переименовали или он также и остался. Хочу посмотреть. А нет, он все так же называется Пушкинский лицей. Наконец-то у нас начали делать дороги в нашем районе. В общем, у нас район цветет и пахнет. Видите, как красиво. Только теперь надо обходить, чтобы дойти до остановки. Всем привет! Сегодня 9 апреля. Наконец-то закончились дожди. И наступила хорошая погода. Можно сказать, уже лето. Плюс 19 градусов у нас сегодня. Я бы с удовольствием уже надела бы футболку, шорты. Поехала на море. Но я еду на одно мероприятие, которое у нас буквально на днях появилось. И оно находится недалеко от торгового центра Моллс. Я думаю, что мне лучше ехать на седьмом трамвае. Оно, конечно, от моего дома далековато находится. На такси я уже не хотела ехать в такую погоду. Но лучше прогуляться. Начался уже туристический сезон. Стою, жду. Жду трамвай уже полчаса, наверное. Опаздывает. А, авария. А, авария. В общем, он сказал, не ждите, кто в Кенгаракст не будет. Там авария. Возле театра авария. Сколько народу ждало трамвай. Сейчас одеваются кто как хочет. Кто уже в шортах. Кто еще в куртках. Ой, даже не верится, что я сейчас поеду. Так, надо успеть. Вышла я на остановке Мазакална. Мне кажется, здесь будет ближе. До этого торгового центра. Видите, как сделали остановочку уже красивую. И там еще ремонтируют. Прямо так высоко. Не надо с трамвая выпрыгивать. Сразу выходишь. Ой, меня чуть не задавили. А разве здесь можно ездить? Наверное, можно. Ходить нельзя. Это же дорога, правильно. Сейчас сезон начался. Уже начинают ремонтировать дороги. Зимой навряд ли работают. Да, я думаю, что я правильно иду. Когда она не была в этом парке. Этот спорт Манеж. Интересно, он еще функционирует. Помню, когда-то ходила туда на концерт давным-давно. На Пугачеву. Не помню, на кого еще. А это что? За памятник или что? Давайте почитаем, что здесь написано. Здесь будет воссоздан московский парк. В знак дружбы Москвы и Риги. Так, ну ладно. Тут тоже что-то строится. Какое-то здание. Пугачевский спортивный манеж. Мне кажется, сделали реконструкцию, похоже. Там еще стройматериал лежит. Двери все закрыты. Я попробовала. Вот внутри там стройматериалы. Значит, еще внутренние работы ведутся. И с этой стороны видно, что сделан ремонт. Красивым цветом покрашен. Такое непонятно, розовый, не розовый. Я помню, когда ходила на концерт, я с этой стороны заходила. Может быть, здесь открыто? Так, здесь открыто. Что там? Давайте посмотрим. Проходная. Так, там вышла женщина. Я спросила у нее. Я говорю, как работает спортмонежная. Она сказала, да, работает. Но только спортивные мероприятия проходят. Никаких концертов уже нет здесь. Но хоть и так хорошо. Куда мне теперь идти? По-моему, мост с этой стороны. Здесь учатся ездить на мотоциклах. Я так понимаю. Не знаю, на права сдают? Или просто собираются учиться? Довольно быстро я дошла. И здесь рядом с этим торговым центром мероприятие. Вот я уже вижу, голова торчит. Какого-то динозавра. Сейчас мы с вами сходим, посмотрим. Здесь, кстати, часто очень приезжают различные аттракционы. Устанавливают для детей. Посмотрим, сколько стоит билетик. Нужно платить входной билет. Так, ну что, заходим. Билет стоит 10 евро. Детские 8. Дали мне еще такую наклеечку на руку. Что нас тут встречает? Это сувениры. Игрушки. Вот кто любит динозавров. Какому нравится. Тут много разных. Я знаю, у меня племянница любит динозавров. Так, ну как мы с вами пойдем? Давайте начнем с этой дорожки. Кто нас тут встречает? Звуки, конечно, устрашающие. Я думаю, маленьким детям не всем понравится. Многие испугаются. А так, конечно, интересно очень. Видите, как подходишь, они начинают сразу шевелиться. И над каждым надпись, название динозавра. Они так приветствуют. Почему зеленая дорожка, почему не красная? Ну, потому что типа травка, да? Как будто в другой мир попадаешь. Я вам уже не буду показывать название каждого динозавра. Я читала отзывы об этом мероприятии. Ну, не все довольны. Многие возмущаются, что за 10 евро могли бы даже зубы почистить динозавра. В общем, ну, у нас народ, как всегда, не угодишь. Ну, мне кажется, что детям интересно. Здесь еще есть батуты для детей, видите? Разные. Так. А здесь фотозона. Можно ребенка посадить, сфотографировать. Как будто он едет на динозавре. Ну, звуки, конечно. Ну, мне нравится лично. Я вообще приехала так на разведку посмотреть. Стоит с детьми сюда приезжать или нет? Я думаю, что можно, в принципе. Ну, наверное, лучше в рабочий день. Видите, здесь можно отдохнуть, покачаться. Детей, конечно, здесь раздоле. На велосипедах можно. Качельки здесь разные, интересные. Ну, и родителям тоже есть чем заняться. Отдыхать и смотреть YouTube. Ну, их не так уж и много, этих динозавров. Я знаю, что есть и в других странах различные выставки динозавров. Видела в интернете фотографии отсюда. Там сзади можно залезть и сфотографироваться. Я бы сфотографировалась, но меня некому сфотографировать. Просить не очень хочется, конечно. Так, кто нас тут еще встречает? Ой, какой страшный. Здравствуй, здравствуй. Дай лапку. Не, лучше не надо. Ну, привет. Ты на меня не набросишься? Ух ты, ух ты. Кто ты у нас тут? Вот отсюда шум. Там, наверное, где-то колонка. Это мероприятие открылось 7 апреля и будет до 12 мая. Так что можете, кто хочет, приезжать. Я думаю, детям интересно. Мне еще повезло с погодой. Ой, какой здоровый. Я еще там не прошла. Это тоже очень большой. Ну, вот я вам показала. Может быть, кто-то посмотрел и уже не хочет приезжать. Ну, вот я покажу тоже дочке. Ну, вернее, она посмотрит, если захотят, с детьми приедут. Два больших батута. Мальчикам можно в мяч поиграть. А родителям отдохнуть. Я решила тоже покачаться, посидеть, отдохнуть. Я пока сюда добиралась, немножко устала. Вообще, в такую погоду хочется на море, если честно, загорать. Вообще, не очень удобно здесь сидеть. На остановку уже в центр смотрю деревянные дома. Они были раньше такие страшненькие. И тоже сделали реновацию. Такая узкая улочка. Поставили фонарик красивые. Так идешь, как будто в Старой Риге. Хотя это не Старая Рига, это... Вообще, можно сказать, Московский Форштадт. Мне кажется, здесь самая узкая улица. Красиво. Такая скульптура на остановке. А из какого материала, интересно, она сделана? Мне кажется, из металла. Да, из металла. А называется она Скульптура. Так, солнце. Среды Омнигус. Корабликов еще нету. Но я думаю, что они, скорее всего, с мая начнут ходить. Откроют свой сезон. Народ уже не выдержал. Может быть, здесь есть информация. Когда они начнут ходить. С какого числа, месяца, нету информации. Ну, мы с вами увидим. Так, полиция здесь дежурит в парке. Наверное, бомжиков гоняют. Ну, а что их гонять? Куда их? В принципе, сидеть-то не запрещено. Просто алкоголь, наверное, нельзя пить. Что там? Женщина сидит. Что-то от нее хотят. Там женщина сидит. У нее такой огромный фингал под глазом. Может быть, она вызвала полицию? Может, кто-то ее избил? В общем, да, весело-весело. Это долго они там стоят, с ней разбираются. Но у нее очень большой синяк был. Чуть ли не на пол лица. Чуть ли не на полицию. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует...